Музыка Команда Факел Я думаю, ни один человек в 4-й лиге задавался вопросом, почему именно так? Ромин, расскажи от Коль Секрет, почему именно это название стало у Вашей команды? Нет, у нас был выбор, как назвать команду, но факел несет в себе определенную искусствовую нагрузку, хотя она не такая тяжелая. Это связано с горением, это связано со светом, это связано с теплом. И в этом смысле есть некоторые и прохристианские ассоциации, то есть свет, это понятно, есть темнота, есть свет, он просвещает, а свет ассоциируется с знанием просвещения ума. Ну тепло от огня, это конечно же тоже речь идет о любви, потому что любовь и огонь тоже некоторые ассоциации. Ну а факел горения мы как бы несем, ну в первую очередь он предназначен для нас самих, потому что мы нуждаемся в свете, мы нуждаемся в тепле, как люди, и мы пытаемся соответственно передать это и другим. Поэтому у факела такое вот название. Конечно мы когда выбирали название, мы пришли к выводу, что извращенные умы любое название могут... Какие еще были варианты у вас, поставляю, где-нибудь интересно, были еще какие-то... Эмпайр? Эмпайр? Эмпайр, был еще вариант Вечность назвать, но Вечность это как-то, ну в принципе тоже, но это как-то более... Перевод здесь, скажи Эмпайр. Эмпайр, империя. Но мы не сильно соответствуем этому пока что. Поэтому Эмпайр не было слишком для нас круто. То есть это надо было... Почему? Или богатые бизнесмены должны были играть в этой команде, или какие-то сильные кочки? А вы кто? Солдаты... Хорошо, спасибо большое. Ир, вот как бы ты могла характеризовать команду факел на твой взгляд? А ты и внутри этой команды, да? То есть... Я эту команду... Можешь подчеркнуть? Сильные, слабые стороны? Мне нравится, что как бы мы, во-первых, очень классно общаемся, а подчеркнуть, ну в какой плане подчеркнуть... Сильные стороны? Наши сильные стороны, что мы дружелюбные. И помимо того, что мы дружелюбные, у нас как бы взаимопонимание. Мы понимаем друг друга, что мы хотим, и что мы делаем, и что мы играем. Ну, как бы, понимаете, есть команда, когда хлопцы, ну как... Когда хлопцы как манять? Ну, я серьезно. Ну... Хорошо. Нет, подождите. Есть за горы, да? В желание. Давайте и в желание, или, кажется, обедали к слову Барна? Давайте потом. Барна, скажи, пожалуйста, вот у вас каждый круг готов себя на своей позиции, вот как вы выставляете состав? Кто где играет? На какой позиции? Замены определяет? Вот... Пару слов об этом. Ну, я не капитан команды. А замены обычно, ну, капитан там реводируют. Но у нас есть игроки, которые могут играть на своей позиции, а есть игроки, которые могут играть на всех позициях. Ну, то есть, вот, Владимир, он может играть как на воротах, так и на нападениях. Универсальный. Ну, и защитник может отыгрывать игру. Точно так же, как Руин, нападение, защита. Ну, а на родах тоже не плохо спит. Ну, а что там на родице? По стилю игры. Команда «Факер». У нас какой известный мировой клуб, похоже, может быть, на чемпионат Украины. Есть? С чем у тебя ассоциация команды «Факер»? 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 «Даже нет. Ну, я просто не очень сижу в футболе». «Тас, просто ты подскажешь, как быть, на твой взгляд?» «Ммм, даже не знаю. Лучше, наверное, в «Вима» спросить. «Руин, ты тогда уже закончишь ливи, перерыв слова». Это будет смешно. Не, ну, мы только начали. Поэтому это что-то типа какой-то свеженькой команды, которая попалась в премьер-лигу. Но она еще себя там не показала. Ну, конечно же, это слишком, как это сказать, слишком круто, если сравнивать себя с Лестером. Мы далеко до Лестера еще. Но, может быть, это какая-то команда английской премьер-лиги. По крайней мере, я сижу с большей премьер-лигой. Вот, которая попала из первого дивизиона, короче, к серьезным ребятам в премьер-лигу. И ей надо что-то показать, или она просто останется внизу. Ну, я не знаю, с кем мы это можем сравнить. Пока что мы еще ничего не показали, поэтому… Хорошо, это позже вопрос. Но все-таки, если была бы возможность усилить вашу команду, кем-то из известных Хереков, кого бы вы пригласили в свой коллектив? Зачем вам кто-то? Тогда бы кто-то из наших потерял место в основе. Зачем? Мы бы никого не пригласили. Мы только на этот тренер… Так конкуренция ж нужна, если нет. Мы бы пригласили тренеров… Зиданы бы пригласили тренеров… И попросили бы помощи мистера Лучевского… И его, кстати… Нам нужно просто тренера, которые будут обработать, так сказать, вытесать из этих юных талантов, совершенных профессиональных игроков на своем уровне. То есть, по крайней мере, я бы так сказал. Скажите, у вас тяжело играть против футболистов в 4-й виде? Насколько? Или легко? Вот как бы… Нет, на самом деле, лично мне тяжело вообще. Ну, так как я девушка… Ну, девушка, то есть… И играть против мужиков… Мужики есть здоровые… Ну, футболисты… Скажите так… Это лично мне тяжело. Потому что… У меня просто еще мало чего слова. Ну, я говорю, я стараюсь. Слышать не могу. Но… Лично мне тяжело, потому что я технику свою хочу усовершенствовать, чтобы играть хорошо и не доходить своей командой. Потому что бывает, что-то дружелюбно. Хоть я играю мало против противников, но я стараюсь. Ну, и какие вопросы, что твои пожелания будут в конце команды? Мои пожелания… Кому? Команды файлы. Мои пожелания. Чтобы ребята были дружелюбными всегда, чтобы мы всегда… Повторяем 20 раз. Чего я повторяю 20 раз? У меня смешат, простите. Это нормально. Не, просто как бы… Я человек веселый. Я хочу, чтобы мы всегда были бодрыми. Чтобы мы выходили на поры всегда собранными. Чтобы мы друг друга не орали. Чтобы делились водой и прочего. И водоработка. И водоработка. Да. Спасибо большое. Успехов. Пусть в голову остается. Пока.